Клубника – продукт, который любят все, уверенно заявляет Татьяна Лисовская, продавец с большим клубничным стажем. Женщина выращивает ароматную ягоду на своем огороде десятки лет и, как правило, излишки старается продавать. Бережно перебирая красивые крупные экземпляры, Татьяна признается, что в этом году урожай клубники выдался на славу. Урожай отличный в этом году. В этом году не было мороза на цветок, и вся зависть, вся завязалась, и клубника еще будет недели три продолжаться. Так что все покупатели наедятся, сварят варенье и сделают компоты. Прежде чем получить разрешение выставить клубнику на торговый прилавок, продавец отправляет свой ароматный товар на обязательный санитарный контроль. Все манипуляции по выявлению тех или иных вредных веществ в первой летней ягоде проводят специалисты лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы. Вес, цвет и радиометрический контроль – все данные записываются в специальный документ. Если результат исследований положительный, продавец может смело торговать ягодой. Клубника, попав на исследование в лабораторию, подвергается тщательному органолептическому контролю качества. Далее радиометрические замеры, выборочный контроль от каждого продавца в начале сезона торговли, но не реже одного раза в месяц. Это по содержанию цезия-137. По мере можно преследовать на нитраты. Ни в коем случае не советую жителям города покупать особенно продукты питания в неустановленной торговле, потому что нет никакой гарантии, продавец здоров ли или болен какой-то инфекцией. Он не проходит ни медосмотр, ни флюорографию. Кроме того, нет никаких документов, подтверждающих качество и безопасность продукции, которую он реализует. Зачастую она реализуется с нарушением температурного режима. Вывод прост. Фрукты, как, впрочем, и другие рыночные деликатесы, следует покупать только в местах санкционированной торговли. Тем более выбор достаточно широк, на любой вкус и кошелек. Клубника сегодня на рынке представлена и фермерами, и опытными садоводами-любителями. Цена доступная. Килограмм душистой ягоды стоит около 25-30 тысяч рублей. Конечно, можно подождать недельку-другую, когда клубничный сезон будет в самом разгаре. Тогда полезная и вкусная ягода значительно подешевеет. Как же правильно выбрать клубнику? Во-первых, необходимо к ней присмотреться. Она должна быть такого темно-красного цвета, а хвостики должны быть зелеными. Это признак того, что клубника свежая. Во-вторых, потрогайте ее, она должна быть в меру твердой. Наконец, понюхайте ее. Если клубника будет ароматно сильно пахнуть, значит она свежая и зрелая. Если всем трем признакам соответствует выбранная вами ягода, значит смело ее берите, не прогадаете. Что касается фруктов, овощей и ягод. То есть перед употреблением необходимо их тщательно промывать теплой проточной водой. И только после этого их употреблять. Клубнику называют поистине королевской ягодой. Когда в 16 веке французский офицер привез первую клубнику из Чили, он передал ее королевскому повару с запиской. Привез его величеству плоды, избавляющие сердце от страданий, причиняемых государственными волнениями. Душа от аромата ягод наполняется любовью, а разум – весельем. Позднее ученые установили, что клубника занимает первое место среди всех ягод по содержанию железа. А аппетитный запах обусловлен наличием более 50 ароматических веществ, способных вызывать прилив бодрости и хорошее настроение.